Севастополь стоит на пороге зимы. Значит, приходит благодатное время для любителей зимнего плавания, когда можно будет плавать не столь далеко, сколь быстро. В студии Виктор Михайлович Пескунов, председатель Севастопольского клуба любителей зимнего плавания. Итак, год 2011 был достаточно продуктивный для клуба любителей зимнего плавания. Более того, можно сказать, что клуб возродился или воссоздался именно в этом году. Какие вехи в этом 2019 году клуб прошел? Значит, мы с начала года, в течение четырех месяцев, практически каждый месяц делали большие заплывы с группой моржей. Так, например, 23 февраля слет у нас был моржей Крыма, здесь проходил Севастополь. На 7 марта, на Пасху, потом на 9 мая сделали заплывы. В летнем периоде мы наращивали свои заплывы на длинной дистанции, на большое время. В начале июня в штормовую погоду от мыса Хрустального мыса мы прошли порядка 15 километров по шторму с Александром Беловым и возвратились назад. Это проплыв в воде находились 4 часа 25 минут. Потом 9 октября я в одиночном плавании без сопровождения в Ластах от мыса Фиолент до Херсонесского маяка и назад при температуре воды 11 градусов проплыл порядка 18 километров при температуре воды 11 градусов. 5 ноября вот уже группа моржей в составе Захольского Виктора, Диченко Евгения, Рыбкина Максима, Белова Александра и меня. Стартовали мы от рыбацкого стана, взяли курс на яхт-клуб. В районе яхт-клуба группа повернула назад, на обратный курс легла. А я проплыл до Владимирского собора в Ластах без сопровождения при температуре воды 11 и назад. Значит, время затраченными было 1 час 45, порядка 5 километров прошел. Сейчас наша группа увеличилась, к нам стали, ну, на нашу влились молодые уже моржи. Это такие, как Ульянова Мария, Республика Наталья, Белова Александр, а также известный в городе начальник медицинской службы бывшего Черноморского флота, полковника медицинской службы Федько Александр Федорович, главный инженер гостиницы «Севастополь» Медько Сергей Александрович и многие другие. Группа уже большая сколотилась у нас. Ближайшие планы. Все-таки зима начинается через день-два. Значит, по приглашению САКского клуба моржей 3 декабря в САКах проводится слет моржей Крыма и Украины. Нас туда пригласили. Мы туда пойдем, поедем в количестве 12 человек. На программу у нас там будет, значит, обмен опытом моржевания, выступление руководителей спортивного комитета по работе с молодежью Крыма и непосредственно города САКи, также награждение грамотами победителей, проплывание в холодной воде по возрастным категориям. И самое главное, там будет принятие членов зимнего плавания. От нас мы будем принимать 4 человека. Я уже о них говорил, кто будет. Еще дальнейшие перспективы 3, то есть 23 декабря в Киеве будет проходить слет, не турнир, по морскому моржеванию. Это Украины. Хотелось бы, конечно, туда попасть, но из-за отсутствия финансирования, конечно, это будет очень трудно. Еще хотелось бы затронуть вопрос в том, что мы будем представлять Севастополь в САКах на слете моржей. Там будет конкурс в спортивной атрибутике. У нас ее вообще нет. Я письмом обращался к начальнику отдела по физкультуре и спорту здесь в Севастополе, но пока ответа я не получил. Виктор Михайлович, наверное, единственный способ получить реальную материальную помощь, это привлечь в свой клуб кого-то из бизнесменов, из людей более-менее состоятельных, приобщить его к здоровому образу жизни, к хорошим заплывам в ледяной воде. И тогда у вас появится всякая атрибутика. И шапочки, и ласты, и костюмы. Очень бы хотелось, конечно, чтобы кто-то из меценатов начали с нами заниматься плавать. Ну, вот видите, но меценаты редко обращают внимание на спорт. Ну, это же здоровье. Вот тогда о здоровье. Всем ли показано зимнее плавание или кому-то нужно остерегаться? Ну, я бы сказал, что не всем. Это нужно по самочувствию своему и обязательно нужно, конечно, с доктором проконсультироваться. Если он разрешит, то, конечно, надо. А надо начинать, я думаю, с летнего периода. Если начал, то входить уже в зиму постепенно и каждый день, не прерываясь. Иначе потом просто труднее будет входить в зимнюю воду. Январь месяц особо ответственный. Какие заплывы будут в январе? Ну, сейчас прогнозировать трудно, но заплывы будут. У нас обязательно мы на крещение, обязательно, как всегда делаем. Потом, может, вероятно, скорее всего, здесь слез пройдет. Опять нужно собрать какое-то материальное средство, чтобы всех желающих здесь принять. Как это делает город Осаки, Епатория, очень там хорошо организовано. Вот среди обывателей бытует мнение, что для зимнего плавания обязательно нужен какой-нибудь допинг, согрев какой-нибудь. Одни, дескать, считают, что моржи или любители зимнего плавания сначала принимают чарочку, потом купаются. Или купаются и тут же принимают чарочку. Нет, это совершенно не так. Если принимать чарочку, то нагрузка и так на сердце очень большая в холодной воде. А плюс еще чарочка, конечно, она повлияет на здоровье. Лучше всего после плавания горячего чая, зеленого горячего чая, можно с медом. Я готов подтвердить, я несколько раз принимал в группе сопровождение, правда, участие в ваших заплывах. И помню очень хороший ароматный чай. Действительно, удовольствие получаешь, даже не побывав, может быть, в холодной воде, чтобы длительно сколько плавцы. Какие еще можно рекомендации дать тем, кто хочет приобщиться к этому активному отдыху? Ну, я думаю, сейчас наше общество захлестнуло алкоголизм, наркомания. Лучше проводить в воде, в спорте, чем за рюмкой водки в баре. Надо больше привлекать молодежь. Конечно, привлекать молодежь к спорту, на это нужны средства. Вот если брать города России, то там в каждом, можно сказать, во дворах сделаны спортивные площадки. У нас, конечно, этого нет. А люди желают, много желают заниматься, но по финансам, конечно, никто не тянет. Игорь Михайлович, остается констатировать, что на сегодня принцип спасения утопающих, дело рук самих утопающих действует. Если вы хотите приобщаться к здоровому образу жизни, то кроме вас самих никто вас не заставит. Совершенно справедливо. Опять же, владелец бара или реализатор алкогольной продукции, он кровно заинтересован, материально заинтересован, имеет стимул для того, чтобы затащить в бар людей, молодежь. И чем раньше молодежь оттащат, тем больше шансов качать потом из них деньги. А у вас нет никакого стимула или ваших коллег затягивать молодежь в зимнее плавание, в здоровый образ жизни. Материальной поддержки вы от этого все равно не получите. Единственное, конечно, это братство моржей. Ну да. То есть коллективные заплывы. Это, конечно, здорово. Это здорово. Благодарю вас за участие в программе. Плавать зимой можно не только в море, не только в озерах, но и в горных реках или ставках.